Очень часто во многих курсах есть, в курсах, в роликах есть подмена понятий. Давайте, чтобы вам было понятно, что такое вообще в маркетинге, либо там вот где-то еще подмена понятий. Например, мы продаем металлические двери. Что мы говорим? Мы говорим противовзломные двери, но мы же немножко вводим в заблуждение людей. Почему? Потому что мы им продаем противовзломные двери, но там могут быть очень слабые и практически открывающиеся булавкой замки. И мы не говорим о том, что если вы хотите, чтобы там вашу дверь не взломали, то воры обычно вскрывают замки, они не пилят там эти двери, они там не ломают и не работают болгаркой, да. И это простая банальная подмена понятий. Либо нам рассказывают с экрана о том, что можно раскрутить канал там до десяти тысяч подписчиков за месяц. Конечно можно, я не спорю, но если это канал развлекательной тематики, вы можете пойти там в контакте, делать все эти коллаборации и можно вполне себе на интересном, быстром, ярком, сером контенте поднять десять тысяч подписчиков за месяц, может даже меньше времени, но больше подписчиков. А если у вас, извините, канал о фермерской еде, то поднять десять тысяч подписчиков за месяц, это надо очень хороший бюджет, очень. Или там допустим, если у вас канал о гаражных воротах и вы там производите, или там деревянные дома, то это надо быть гением, да, в этом форме. Например, и вот это подмена понятий, что независимо от того, вот это она работает. Более того, здесь еще работает очень, я считаю, что это миф про подмену понятий, когда курсы надо только покупать. Вот я вчера в фейсбуке спорил с одним уважаемым гуру интернет-маркетинга о том, что он заявлял, что если человек курсы не купил, то отчасти он ничего не будет делать. Я с ним согласен, абсолютно. Почему? Потому что бесплатно не заходит. Но тут есть еще немножко другой момент, что он вместе с курсами должен купить автора, наставника, который будет проверять домашнее задание. И вот если этого автора, наставника нету в этих курсах, то есть если вас никто не проверяет ваше домашнее задание, то весь смысл теряется абсолютно. Например, да, вы пришли в очень хороший вуз, он дорогой, очень крутой, вы там заплатили много денег, вам дали обучающие материалы, сказали учись. И все. И никто не проверяет, никто не заставляет, никто не мотивирует, никто не говорит, что типа ты завтра должен сдать. И это все на смарку. И вот эта подмена понятий, она до сих пор работает, это очень успешно. То есть их подменяют. И все, опять же все, что я говорю, это все только мое мнение. И никак не связано с какими-то, я не буду никаких там имен называть, курсов, это все, вы сами это все проходите. Потому что я вчера лишь просто аргументировал, да, у меня есть четкий веский аргумент. Я в клубе видеомаркетологов размещу эту переписку, чтобы вы почитали. У меня есть четкий веский аргумент, что нельзя сделать курс, какой бы не был курс, за пятьдесят тысяч рублей, за сто тысяч рублей, нельзя сделать курс для всех. Потому что курс для салона красоты, канал сделать для салона красоты и курс для фермерского, допустим магазина фермерской еды, это два абсолютно разные курса, это две абсолютно разные ниши, это две абсолютно разные стратегии и две абсолютно разные способы снимать. потому что салон мы снимаем в салоне уже непосредственно, да, и отзывы получаем прямо там, а фермерская еда, мы снимаем продукты в студии, и это, соответственно, два разных канала, две разных стратегии, две разных контент-плана, и сделать какой-то один универсальный курс, это опять подмена понятий. Да, там будет базис, но второй мой версий аргумент, что в вашем курсе, что в вашем курсе есть то, чего у нас нет бесплатно, а не у нас система. Друзья, мы, это у нас система, это у нас все по полочкам разложено, и мы каждый раз объясняем, как это все работает, да, и бесплатно.